Примары, финансовые специалисты и бухгалтеры нашего города и района пытаются вникнуть в новый закон, а точнее в поправки, который предлагает местным органам власти большую автономию. Со слов организаторов, эти нововведения есть результат предложенных доработок в стратегию децентрализации. Данный проект является частью национальной стратегии децентрализации. Я бы сказал, это корень этой стратегии, потому что где-то полтора года назад, когда мы приехали в Тараклию для консультации проекта стратегии национальной децентрализации, тогда все представители местных властей просили больше финансовой автономии. Готовясь к грядущим реформам в финансовом мире сел и городов страны, проект по поддержке местных органов власти LGCP, куда собственно входит примарей нашего города, американское агентство USAID взяло на себя обязательство по пояснению новых поправок, пригласив экспертов на семинар. Одной из основных, скажем так, основополагающих проблем это финансовая децентрализация. Если местные власти не имеют чем распоряжаться и не имеют этот стимул как бы собрать больше доходов, то есть ничего в селе не случится. И люди, даже вот население, они не мотивированы, чтобы они платили больше, потому что они конкретно не видят, где их деньги внедряются. Определенные надежды на изменения закона о местных публичных финансах возлагают примары сел нашего района, ведь именно им, согласно этим поправкам, вернется около 70% налогов и сборов, которые они отправят в государственную казну. При этой системе, конечно, есть возможность регулирования, но и плюс здесь говорилось, что в течение двух лет будет выравнивание. То же самое нам обещали два года назад, что вот сколько бюджета не хватает, буду давать, но мы, я как примар, пока это не почувствовал, что с республики что-то конкретно выделилось. Городу же вернут после всех отчислений в госбюджет около 20% средств, однако республиканские власти предоставят больше полномочий и свободы в формировании своих доходов. Данный закон развязывает именно 30% на 60% возможности вам сделать то, за что вам люди доверяют. Поэтому закон хороший, я надеюсь, что он будет примен в третьем чтении, и, как и любой закон, это искусство гибкий, его можно, допустим, через год, какие-то уточнения с учетом ряда ошибок. Районное руководство в этих поправках узрело другие недостатки. Собственные средства, которые будут приходить в казну, сократятся. Сегодня мы имели на 2011 год имели 17,4%, в 2012 имели 23,6%, в этом году планируем выйти на 28% в собственные средства, в следующем году планируем 32% минимум. Вот с этим отбором налогов наших исконно районных, у нас получается 8 миллионов забирает налог на прибыль, уходит республика, нам обратно выравнивающие. И мы портаем где-то на 15% опять собственных средств. Закон о местных публичных финансах в новом виде должен быть еще утвержден в окончательном чтении парламентом нашей страны.